Пленум городского совета ветеранов в этот раз начался с торжественного момента. Почетные государственные награды, юбилейные медали были удостойны те, кто вносит значительный личный вклад в геройко-патриотическое воспитание молодежи, увековечение памяти погибших, организацию мероприятий, посвященных героическим и трагическим событиям в истории Беларуси. Эти люди, их ни много, ни мало, около 40 человек, были выбраны не случайно своей работой. Они показывают достойный пример для коллег и молодежи. Согласно указу президента Республики Беларусь от 2 апреля 2019 года номер 134 утверждена юбилейная медаль. По ходатайству Брестского городского совета ветеранов мы сегодня произвели награждение должностных лиц. Это наиболее активные люди, которые воспитывают наших детей, студентов, школьников, делают их настоящими патриотами нашего государства. Активисты городского совета ветеранов отмечают, регулярные встречи помогают скоординировать деятельность. Есть о чем рассказать, подвести итоги и наметить планы по дальнейшему развитию ветеранского актива. Сегодня в городской организации каждый вносит свой вклад в большую деятельность. Выступают наши ветераны и на митинге. Мы участвуем в приеме ветеранов, в традиционном приеме ветеранов, председателем горысполкома Александром Степановичем Рогачевком. В мае месяце проводит прием ветеранов и генеральный консул Российской Федерации в Бресте, Конякин Игорь Юрьевич. То есть ветераны востребованы и одно только всегда думаешь, чтобы они выдержали, чтобы здоровье им позволило, состояние здоровья выдержать ту нагрузку, которую они на себя берут в эти дни. Лидеры ветеранского движения, лидеры всегда и во всем. Это подтверждает своим примером Мария Яковлевна Кутровская. Несмотря на то, что сегодня она уже не руководит ветеранским объединением Московского района, которая возглавляла два десятка лет, жизненная позиция, активность не позволяют оставаться без дела. В свои 88 она презентовала автобиографическую книгу «Моя судьба. Воспоминания и размышления». Уже со страниц Мария Яковлевна обращается к своим читателям с просьбой «Живите ярко и не тратьте время бесцельно, а посвятите себя всему хорошему, тому, что нужно городу». Мне хотелось, чтобы не только у моей семьи, а везде, в каждой семье сохранялась преемственность поколения. Это очень важно. Каждое поколение, оно приносит свои, свое какое-то мнение, свое решение, свои дела. Кто-то улучшает семейную жизнь, кто-то ухудшает. Но это очень интересно. Поэтому, когда я прочитала эти документы, которые мне попали в руки, я была очень удовлетворена морально. Я узнала, почему я именно такая сегодня. И таких активных инициативных представителей в городском совете ветеранов немало. Они не часто говорят о заслугах, но строят планы и верят, что их опыт и видение полезны и нужны молодому поколению.